На днях Алтайский край стал местом проведения межрегионального семинара совещания по организации в субъектах Российской Федерации работы с информационной системой «Единый контакт-центр». Что такое ЕКЦ, насколько эффективна его работа и чем она может помочь каждому из нас, об этом мы не только поговорим сегодня с управляющим отделением социального фонда России по Алтайскому краю Ольгой Клендуховой. Здрасте, Ольга Михайловна. Здравствуйте. Рада вас видеть. С места в карьере, что называется. Что такое ЕКЦ, почему именно его работе? Посвятили большое совещание. Почему это совещание именно в Алтайском крае прошло? ЕКЦ – это «Единый контакт-центр взаимодействия с гражданами по социальным вопросам». Это единая информационная система социальных ведомств, социального фонда России, медико-социальной экспертизы, рост труда и региональных органов социальной защиты населения. Четыре ведомства. Четыре ведомства, два участники этого проекта. Вообще, это федеральный проект, который запущен в 2021 году и уже работает на территории всей Российской Федерации. А мы были первопроходцами. Мы были первопроходцами. Правильно. Мы к необходимости создания контакт-центра пришли еще в 2018 году. В 2019 мы принимали первые пилотные регионы, обсуждая будущее ядро, информационную систему контакт-центра. И вот, наконец-то, проект работает. И к нам на прошлой неделе приехали участники из 10 пилотных регионов. Порядка 30 участников были представлены. И я замечу, что профессионалы были разных уровней системы. И разработчики федерального проекта, и руководители. И руководители региональных отделений, где работает контакт-центр. Ну и руководители подразделений, отвечающие непосредственно за работу данного проекта на местах. Разговор был. Живое общение, диалог. То есть обсуждали актуальные вопросы, проблемы. Искали пути решения. Я считаю, что цель мы, конечно же, достигли. Но мы к единому контакт-центру вернемся. Предполагает он, наверное, собственно, что люди по самым разным вопросам могут звонить на единый номер телефона. Вы сейчас скажете, кстати, что это за номер. И эти вопросы могут относиться к компетенции вот этих четырех структур, то есть разных структур. И по этому единому номеру они могут звонить, чтобы получить ответ на какие-то свои вопросы. Да, действительно, вы правы. Из любой точки России. С любым вопросом по государственным социальным услугам, позвонив на единый номер 8 800 1 5 0 1, граждане получат ответы на интересующие их вопросы. И не задумываясь, компетенции какого из этих четырех ведомств относятся их вопрос. Телефон у нас бесплатен как для звонков со стационарных телефонов, так и с мобильных устройств, зарегистрированных на территории всей Российской Федерации. Вначале ответит виртуальный помощник. Виртуальный помощник-ассистент отвечает на самые простые актуальные вопросы. Если же потребуется более детальная информация, виртуальный помощник переключит звонок, переведет звонок уже на оператора. А как вы предоставляете консультации, если требуются какие-то персональные данные человека? Персональные данные предоставляются только после идентификации гражданина. Идентификация происходит по кодовому слову. Кодовое слово мы все знаем, это набор символов, букв, цифр. Это может быть слово, словосочетание, его можно заменить, установить кодовое слово очень просто. Можно обратиться либо в клиентскую службу, но значительно проще это сделать у себя дома, зайти на сайт социального фонда России в личный кабинет застрахованного лица и установить это кодовое слово. Дальнейшая идентификация при звонке, вот когда гражданин позвонит, будет уже происходить, если человек позвонит по тому номеру, который он указал в заявлении, автоматически его сразу идентифицируют и лишних вопросов задавать не будут. Если же звонок будет с другого телефона, тогда дополнительно спросят паспортные данные и снился. Понятно. В общем-то не так все и сложно это сделать. Нет, конечно. Просто это надо сделать заранее, до звонка. На самом деле более продвинутые пользователи, как мы говорим, молодежь, они успевают это сделать в ходе обращения. Позвонив, то есть и задав вопрос о персональных данных, им говорят, зайдите на сайт, нужно кодовое слово. Тут же устанавливает кодовое слово и продолжает разговор. Ну, у нас же смотрятся люди разные, поэтому пусть заранее, может быть, уже возрастные какие-то люди. Сколько сотрудников работают в ЕКЦ и будут ли созданы или уже созданы какие-то дополнительные места для работы? Потому что почему-то я думаю, что звонков огромное количество. Звонков огромное количество на самом деле, масштабное количество. Четыре разных структуры, по которым звоните. Я хочу сказать, что только сотрудниками Алтайского края уже в этом году принято больше 700 тысяч обращений. Рост идет ежегодный. Количество сотрудников у нас в управлении организацией ЕКЦ 110 штатных единиц. Это много, мало? Вот как вообще можно? Это больше, чем в других региональных отделениях. То есть у нас, мы один из тех регионов основных, кто является операторами первой линии. Мы выступаем и операторами второй линии, то есть это вот как раз отвечаем на персональные. А что значит первая линия и вторая? Первая линия – общеправовые вопросы, когда ответят на все всем. Вторая линия – это уже более ваши вопросы, когда вы говорите «мой размер пенсии хотите узнать, мою выписку посмотреть». И вот там работает у нас тоже определенное количество сотрудников, они во всех регионах, вторая линия. А первая линия – не во всех. Количество операторов у нас всего 94 из этих 110. Работа непростая, потому что работа с людьми. Они все в Барнауле находятся? Нет, территориально контакт-центр расположен у нас на двух площадках – в Барнауле и в городе Бийске. Это было правильно с точки зрения даже рабочих мест, организации рабочих мест. Но дополнительно кого-то брали? Да. Я замечу, что проект все-таки это федеральный. И решение о масштабировании, то есть насколько увеличить количество операторов, принимается на федеральном уровне. Последнее такое решение принималось в конце прошлого года. Штатная численность дополнительно была увеличена на 30 штатных единиц. А кто-то специально занимается подготовкой специалистов вот этого единого контакт-центра, потому что, мне кажется, ну работа такая-то не самая простая. Потому что люди звонят и, ну, не всегда с позитивными какими-то эмоциями, скорее, наверное, даже с отрицательными, потому что вопросов много. Нужна какая-то была специальная подготовка? Обязательно. У нас определенный круг лиц этим занимается, прежде всего, из числа сотрудников в самом контакт-центре. Потому что, как я уже сказала, в штате есть не только операторы, есть контент-менеджеры. То есть те, кто готовит вопросы-ответы, занося их в банк знаний, и уже оттуда все операторы всей страны пользуются этими вопросами. Вот они-то и занимаются процессом обучения. Кроме того, у нас в штате отделение психолог, и немаловажный фактор, и много занятий проводит именно психолог. У нас много программ обучения. Прежде всего, это для начинающих работников двухнедельные курсы для операторов при приеме на работу. Это еженедельное тестирование. Это пятиминутки по четвергам до начала рабочего дня по самым проблемам, актуальным вопросам. Ну и, конечно же, индивидуальные занятия. Работа с психологом очень масштабная, проводится при приеме на работу, потому что обучение хорошо. То есть профессиональный багаж знаний важен, но еще же важны личностные характеристики. А готов ли человек вообще на такую сложную работу? А то, может, он трубку бросит, когда позвонят. Устойчивость, уравновешенность, такт, способность к самообразованию, уровень интеллекта. Ну и то, наверное, чему нельзя научиться, это способность к эмпатии. То есть готовность выслушать, понять человека, оценить его проблему и помочь, оказать помощь. Ну и вот поэтому мой следующий вопрос. Структура вообще, насколько это эффективно? Кто контролирует работу сотрудников? Потому что сотрудников много, чтобы избежать, к примеру, жалоб вот куда-нибудь к нам в редакцию. Есть такие истории, когда нам звонят и говорят о том, что, вы знаете, вот есть горячая линия. Так вот она никакая не горячая, потому что дозвониться до нее невозможно. Ну, либо как-то реагировать не так люди. Да, есть некоторые проблемы. Я замечу, как сказала уже, контакт-центр – это федеральный проект. То есть человек даже не догадывается, что он сегодня, позвонив у нас вот здесь, в Барнауле, и он разговаривает вообще с оператором, который находится в Хабаровске. Понимаете? И поэтому вся нагрузка со всей России планомерно… А то есть могут попасть наши, например, на Хабаровск? Конечно. Какая линия свободна? Безусловно. А если им требуется ответ на какой-то личный вопрос? Тогда переводят уже на вторую линию. Это уже будут честно наши, Барнауле и Левбийске. Так вот, за всем этим мы, конечно же, контролируем. У нас есть сотрудники ОРК-отдела, которые следят именно за том, как происходит процесс, сколько в очереди скопилось. Ну, и есть некоторые показатели эффективности, которые на секущий момент применяются. Главный показатель – это, конечно, качество оказываемой услуги. То есть нам важно, чтобы человек, позвонив к нам, получил услугу полностью, чтобы не пришлось звонить второй раз. А как вы отслеживаете, вот получил ли он эту услугу полностью? Прослушиваем все звонки. А, вот как? Конечно, да. Прослушиваем, оцениваем, насколько полно дан ответ, насколько ответ этот дан из информационной системы, а не из головы. Придумывать операторы ничего не должны. Они занимаются поиском в огромной базе знаний. Оцениваем и индивидуальными занятиями все-таки направляем. Это качественная оценка эффективности. Но есть и количественные. Прежде всего, это время дозвона. Все жалуются, да, тяжело дозвониться, поэтому это жестко мы контролируем. А вот максимальное время дозвона какое? 55 секунд. 55 секунд. 55 секунд. И в обыкновенные дни, когда нет пиковых нагрузок, ну, чуть позже, да, мы, конечно, это отслеживаем. Еще есть два показателя количественных. Это время разговора. Вот для звонков по общеправовым вопросам, то есть на первую линию, время разговора не должно превышать трех минут. А для звонков на вторую линию, когда уже персональные данные, не более шести минут. И здесь я замечу, что мы иногда, конечно, отклоняемся от норматива, потому что, как я уже сказала, качество на первом месте, и оборвать разговор мы не можем. Ну, если еще пенсионер, например, позвонит, пока человек полностью не получит информацию, не удовлетворится, мы разговор не заканчиваем. А вы потом как-то разбираете со своими сотрудниками, если что-то было не так? Обязательно. Как я уже говорю, вот самые сложные, это по четвергам до рабочего дня, а большие занятия проходят уже во нерабочее время. Ольга Михайловна, вот вы уже начали говорить о пиковой нагрузке, потому что наверняка бывает пиковой. Конечно. Я не знаю, в какие дни это, собственно, от чего этого зависит на операторов контакт-центра. Что вам дополнительно помогает справляться вот с такими объемами? Вы уже сказали, сколько там, 700? В этом году уже 700. А вот в день, в сутки? В день 5,5 тысяч в этом году звонков в день. В прошлом году было 4,700, то есть нагрузка все-таки возрастает. Каждый оператор в день у нас принимает по 80-100 звонков. Пиковые нагрузки бывают в выплатные дни. То есть когда подходит день выплаты пособия, либо день выплаты из средств материнского семейного капитала, либо первый день выплаты пенсии. Несмотря на то, что все знают, когда придет, ну, интересуются, придет ли. И вот в эти дни нам приходится два пути на самом деле. Первый путь – мы выводим дополнительных операторов на линию. Из числа уже контент-менеджеров, из числа сотрудников более подготовленных, они садятся дополнительно. Тем самым распределяем нагрузку. И второй путь – это заблаговременно предвосхищая СМС-сообщениями, сообщить гражданину о какой-то услуге. Для того, чтобы он не звонил и не спрашивал, а прошла ли выплата там и средств МСК. Мы делаем СМС-рассылки. А вообще самые популярные, скажем так, вопросы, с которыми обращаются жители? Ну вот я поняла уже, выплата пенсии, что еще может быть? Пособие, конечно, детское пособие. То есть это меры социальной поддержки. Их много новых в последнее время. И, естественно, эти вопросы самые актуальные. А самое важное решение, сейчас уже возвращаюсь к совещанию, которое у вас было, какое вы приняли все-таки на этом совещании? Ну, что и для нас, для Алтайского края тоже будет важно? Ну, я, во-первых, хочу отметить, что, как я уже сказала, такой семинар прошел впервые. Мы впервые смогли пообщаться вживую с разработчиками, с руководителями. Сколько вообще человек было? 30. 30 участников, да. Ну, потому что 10 пилотных регионов с руководителями обсуждали. И главное то, что мы для себя определили, это пути и методы достижения эффективности работы контакт-центра. Ну, не секрет, что да, все равно проблемы есть. И не дозваниваются люди. Ну, профессиональные... Это, пожалуй, самая такая главная проблема. Конечно. Профессиональные моменты раскрывать не буду, но скажу, что мы определили для себя пути и методы достижения того, чтобы эта услуга оказания дистанционного информирования граждан, эта услуга была более доступной и более качественной. Ну, сейчас нас услышали люди. Я надеюсь, что на все звонки будут ответы и дозвониться. Люди действительно смогут в 50 секунд, да? 55, да. В 55 секунд, а не полдня там висеть на телефоне, что называется. Спасибо вам большое, Ольга Михайловна. А я напомню, что сегодня мы говорили о едином контакт-центре с Ольгой Клиндуховой, управляющим отделением Социального фонда Российской Федерации по Алтайскому краю.